здравствуйте уважаемые студенты сегодняшняя лекция это векторный редактор автоказ лидерами на рынке программного обеспечения в области интеллектуальных технологий автоматизации конструкторской технологической и инженерной деятельности являются системы автоматизированное проектирование разработано великое множество систем автоматизации чертежно графических работ с удобными и эффективными средствами редактирования и с каждым годом они модифицируются и совершенствуются тут указаны далеко не полный перечень этих систем сегодня международным стандартом и несомненным лидером на рынке программного обеспечения для автоматизации проектирования и представления конструкторской документации в электронном виде является программы на платформе автокад автором этих программ является одна из ведущих компаний в области разработки сабр компания автодеск наряду со множеством достижений автокад послуживших основой целой индустрии программных продуктов эта система обладает развитыми средствами разработки и адаптации который позволяет создавать специализированные приложения такие как автокад автокад электрик автокад архитектуры и так далее всего в мире насчитывается более 10 тысяч коммерческих продуктов основанных на автокад популярность автокад в мире обусловлена относительной простотой и большими возможностями не требуется специальных технических знаний для выполнения графических работ любого вида и высокой точности автокад можно рассматривать как программное ядро технологии сабр существует много версий автокад однако с момента появления первой из них идеология работы не претерпела изменений от версии к версии лишь расширяются возможности и повышается эффективность работы удобной для свой освоения программного продукта является автокад 2006 с версия вышедших позже акцент сделан на усовершенствование 3d проектирование а также введены некоторые новшества представляющие интерес для профессионалов от версии к версии несколько изменяется и интерфейс автокад это интерактивная графическая система позволяющая в режиме диалоги не только разрабатывать плоские двумерные чертежи но и моделировать сложные каркасно-точечные полигональные поверхностные и объемные твердотельные объекты рабочее окно автокад как во всех программах в автокаде есть строка системного меню панель инструментов командная строка строка состояния и рабочая графическая зона падающий меню по умолчанию содержит следующие пункты файл правка вид вставка формат файл вправке файл есть команды работы с файлами создания открытия сохранения печать и так далее вправке инструменты для редактирования частей графического поля рабочего стола программы работы с буфером обмена вид команды управления экраном панорамирование установки точки зрения удаление невидимых линий закраски тонирования управление параметрами дисплея установки необходимых панелей инструментов вставка команды вставки блоков внешних объектов объектов других приложений формат команды работы со слоями цветами типами линии управление стилем текста размером видом маркера точки стилем ультит линии установки единиц измерения границ чертежа туз сервис средства управления системой экраном пользователя установки параметров черчения и привязок с помощью диалоговых от окон работы с пользовательской системой координат рисование команда рисования размер команды остановки размеров и управления параметрами размеров редактирование команды редактирования элементов чертежа window окно многооконный режим работы с чертежами help справка вывод на экран системы гипертекстовых подсказок при загрузке автокад на экране присутствует шесть панелей инструментов стандарт стандартная панель layers панель слоев draw панель рисования стиль с панель стилей пропортиз панель свойств и модифе панель редактирования команды общего редактирования кнопка и рейс но команда стереть стирать с экрана выбранные объекты и удаляет их из рисунка кнопка команда копировать копии кнопка команды зеркало позволяет отображать симметричные элементы относительности оси и далее команды перенести повернуть разорвать обрезать продолжить далее кнопка команды фаски сопряжение кнопка команды увеличить масштаб растянуть можете просмотреть разные команды программы автокад геометрические элементы для черчения команда line линия имеет две опции которую можно выбирать из контекстного меню команды в процессе построения сегментов линии или введение заглавной буквы с клавиатуры команда конструкционная линия служит для проведения вспомогательных линий которые могут использоваться в качестве линии связи между проекциями детали команда поле line команда полигон многоугольник сторона вписаны в окружность описаны вокруг окружности команда прямоугольник позволяет строить прямоугольник по двум противополежащим вершинам для задания вершин можно использовать любой способ ввода координат прямоугольник можно задавать с фасками и со сокругленными краями используя следующие опции фаска и скругление далее есть команды облака сплайн эллипс эллипс эллипстическая дуга вставка блока штриховка таблица и . теперь изучите материал ответьте на вопросы и ваши ответы отправьте в виде файла в систему универа большое спасибо за внимание и Продолжение следует...